Сегодня снова Газель и первый вызов к ребенку 5 лет на температуру. Тоже прочитал очередную лекцию о правильном снижении температуры. Немножко неправильную дозировку давали, поэтому не увидели правильного эффекта. У ребенка обычный ОРВИ, жаропонижающий они дали, температура снизилась до 38,7, 40. Педиатр на сегодня вызван, в общем, наше вмешательство более не требуется. Следующий вызов к ребенку 14 лет на боль в пояснице. Здесь у ребенка в анамнезе два раза оперированный пузырно-мочеточниковый рефлюкс. То есть моча забрасывается обратно в мочеточник из мочевого пузыря. Две операции было, в общем-то, там ставят хронический пилонефрит. Два года уже ремиссия, то есть не было обострений. Ну и похоже, что вот ремиссия кончилась, потому что боль в пояснице. Справа как раз, справа есть та самая оперированная почка. Ну и все, отправили в больницу. Дома с таким делать нечего. Сейчас приехали к ребенку 5 лет на температуру. Одновременно с нами пришел участковый педиатр. В принципе, чуть-чуть пораньше пришел педиатр, все уже рассказал. Но, в общем, особо говорить нечем. Здесь у ребенка ОРВИ. Температура снизилась к нашему приходу. Жаропонижающие они дали. Тут был вопрос, это состояние после вакцинации или все-таки ОРВИ. Нет ОРВИ. И следующий наш вызов к ребенку 2 года. Основан на температуру. А здесь ветрянка у ребенка началась. Как раз очень характерные высыпания в виде пузырьков уже появились. Ну и, соответственно, вот она причина температуры. А жаропонижающие они дали в адекватной дозировке. Температура благополучно снизилась. Ребенок 1 месяц. Выделение из уха. Отвезли ребенка на осмотр лором в больницу Святой Ольги. На самом деле интересная история. То есть, чаще всего дети при отите это повод к вызову кричит. Так вот, на гнойный средний отит нас обычно вызывают на повод к вызову кричит. И вариантов, когда ребенок кричит, в основном два. Первый самый частый это живот. Второй это как раз больные уши. Потому что гнойный средний отит как раз таки довольно болезненная история. То есть, у более старших, у детей и у взрослых это проявляется как в ухе стреляет. А здесь у ребенка, получается, появился явно гной, который вытекает из уха. При этом мама говорит, что никакого беспокойства он не проявлял. Ну, единственное, с рождения у ребенка якобы насморк. Но, опять же, это может быть, что называется, физиологический ренин. В общем, обязательно надо показать лором. Собственно, что мы и сделали, привезли на осмотр. Совершенно не факт, что там найдут что-то прям страшное. Но антибиотик, скорее всего, назначат. И, в общем-то, отоскопом посмотрят вообще откуда гной. Но, судя по его количеству, все-таки с барабанной полости. И, соответственно, прорвалась барабанная перепонка, гной начал вытекать. Следующий вызов к ребенку 2 месяца на температуру. Здесь у ребенка обычную РВИ. Рассказали, как правильно снижать температуру. И оставили актив участкового педиатра. Взяли формальный отказ от госпитализации. Ребенок возрастом меньше 3 месяцев. Поэтому предложить мы были обязаны. И сейчас мы едем к ребенку 3 лет на температуру. Здесь у ребенка кишечная инфекция. Родители подозревают, что съел арбуз. После этого у него вся эта история началась. Рвота по носу и температура. Может быть как бактериальная, так и вирусная инфекция. Норовирусная инфекция, например, может таким образом передаваться. Со сточными водами, если недостаточно хорошо помыли, например, тот же самый арбуз. А температура достаточно высокая. Там 39 с копеей, 39,5 вроде. Но жаропонижающая у них получилась, да, через рот. Педиатр сегодня был, все лечение назначил. Кроме всего прочего, педиатр назначил еще и энтерофурил. Учитывая, что инфекция таки может быть в этот раз бактериальная. Но в целом я даже не против таких назначений. Я считаю адекватно, пускай пробьют. Все рассказал, как им быть. Будем надеяться, что у них получится справиться без госпитализации. Следующий вызов к ребенку 7 лет. Лечится дома от отека к венке. Ну и, похоже, стало хуже, потому что был отек век. Сейчас начали отекать губы. Отек к венке верхней губы присутствовал. Поэтому мы сделали преднизолон внутримышечно. Предложили госпитализацию. Чисто формально, естественно, они отказались. Ну, просто потому, что это, в общем-то, не первый раз такая история. Оставили рекомендации. И рекомендация обратиться к аллергологу на самом-то деле. То есть там такая сложная хроническая история с хронической тяжело текущей аллергией с регулярными рецидивами. Тут на этапе скорой помощи ничего не решается. Тут надо прям серьезно разбираться со специалистами. Едем к ребенку 16 лет на температуру. Здесь оказался ребенок врача приемного покоя из детского стационара. Поэтому, ну, все простительно, что называется. И ситуация такая, что действительно дали жаропонижающее. Оно не сработало. Анальгина у них нет своего, в общем-то, для того, чтобы инъекцию сделать. Поэтому, естественно, помогли, укололи, собственно говоря, литическую смесь. Коллеги там дальше уже, если что, в своем стационаре с ребенком разберутся. Надо будет помочь, поможем, не вопрос.